МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это непреувеличенная цифра. Какие основные направления деятельности сегодня городу предлагаются? Да, действительно, у нас на учете в органах социальной поддержки населения состоит почти 33% населения города Ярославля, то есть треть от 600-тысячного города. Это те люди, которым нужна социальная поддержка. И основные направления нашей деятельности – это исполнение государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, это социальное обслуживание нуждающихся в категории граждан, вопросы опеки и попечительства над совершеннолетними ярославцами и вопросы, связанные с социально-трудовыми отношениями в части заключения коллективных договоров, соблюдения всех норм и правил трудоустройства. Поэтому спектр очень широкий. Давайте по категориям тогда конкретно пройдемся. Ну, вот первые, кто приходит, да, люди, которые нуждаются, возможно, в большом внимании, это люди-инвалиды, да? 3 декабря, Международный день инвалидов. Насколько Ярославль готов сегодня, меняется каждый год для этих людей, чтобы им стало удобнее? Какие ваши действия? Сегодня у нас проживает на территории города более 65 тысяч инвалидов, среди которых 1300 с лишним – это дети-инвалиды, около 1000 человек – это опорники-инвалиды, порядка 900 человек – это инвалиды по слуху и примерно столько же инвалиды по зрению. Поэтому, конечно, требуется такая адаптация городской среды, которая позволяла бы, ну, очень удобно проживать всем категориям, независимо от состояния здоровья. На это, наверное, направлена и будет реализовываться в ближайшие годы программа «Доступная среда». Хотя мы в самом начале пути предстоит сделать очень многое, но на сегодняшний день уже есть определенные подвижки и адаптируются объекты социально-культурного назначения, все наши комплексные центры социального обслуживания населения, учреждения, здравоохранения, образования. Есть в виду пандусы, разметка какая-то особая. Да, совершенно верно, это «Доступная среда» для тех, кто не имеет доступа к социальной сфере. Ну и самое главное – это, конечно, возможность выйти этим гражданам из своего жилья, потому что не секрет ни для кого, что наши многоквартирные дома абсолютно не приспособлены к этим условиям. Но самое важное, понимать, наверное, должны наши жители, что без общего собрания жителей подъезда принять решение об установке, например, пандуса и перила не представляется возможным, пока не будет большинство голосов, проголосовавших за установку тех или иных видов. А людей вообще очень трудно собрать. Да, и больше того убедить в том, что еще нужны какие-то дополнительные конструкции. А что касается дня 3 декабря, мы ежегодно этот день отмечаем, и, наверное, это самый главный день, когда мы привлекаем внимание общественности, в том числе и СМИ, к проблемам инвалидов. И в этом году мы хотим попробовать провести в каждом районе города ярмарки социальных услуг для семей, воспитывающих детей инвалидов. Очень важно информировать о том, какие есть возможности в городе, что городская черта предлагает и в качестве образовательных услуг, и социальных услуг, и досуговых. И вот эти ярмарки, наверное, должны призвать наше население быть более активным для посещения их, а нас, как органов власти, показывать, какими возможностями мы обладаем. Какие возможности? Назовите сейчас. Что, о чем не знают большинство людей, чем не пользуются пока? Ну вот есть у нас, например, в Красноперекопском комплексном центре отделение реабилитации для детей инвалидов. Мы хотим показать, какие есть возможности, какие есть методики, и кто занимается такими детьми. Есть проблемы родительско-детских отношений в таких семьях. У нас есть специалисты, психологи, пусть их немного, но они есть для того, чтобы разрешить психологическую сторону вопроса. Возникает очень много правовых вопросов и в части установления опеки, и в том числе каких-то наследственных вопросов. У нас есть юристы, которые готовы давать консультации. Все это дается бесплатно. Вот наша задача проинформировать, что есть у нас, как у органов социальной поддержки населения и вообще органов власти для этой категории. Вот вы сказали бесплатно. Следующий вопрос все-таки про деньги, да? Какие выплаты могут рассчитывать такие люди в городе сегодня? Что случится для материальной поддержки семей и этих людей? Я буду долго их перечислять, поэтому я, наверное, скажу о том, что мы к дню инвалида выпускаем брошюру, которая предназначена для этой категории, и в которой поименованы все выплаты, пособия и компенсации, положенные гражданам, имеющим статус инвалид. Но самое главное, это оплата 50-процентной скидки по жилищно-коммунальным услугам, оформляются они у нас в выплатных центрах. Это другие структурные подразделения, фонд социального страхования, пенсионный фонд, который устанавливает свои выплаты. И вот на уровне формирования индивидуальной карты реабилитации мы работаем сейчас с реабилитологами для того, чтобы более полную картину, что ли, показать тех возможностей, которые может и должны получать инвалиды у нас в городе. То есть 3 декабря в каждом районе может быть информация на ярмарке? Это будет не в один день, это будет в течение недели, и перечень всех районов будут помещены у нас на сайте мэрии города Ярославля, на котором можно ознакомиться. Ну еще одна категория людей, которая может быть тоже нуждается в социализации, и даже не меньше, чем инвалиды, это люди пожилые, одинокие в первую очередь. Что это за категория граждан? Много ли таких людей, и какие способы помощи им существуют в Ярославле? Ну, во все времена были люди, которые не имели родственников, оставались на финале своего жизненного пути одинокими. Вот забота государства – это не оставить таких людей без внимания. В каждом районе города у нас существуют комплексные центры социального обслуживания населения, в них есть отделение надомного обслуживания, в том числе специализированной медицинской помощи. И вот такие люди находятся у нас на обслуживании. Если мы не знаем о таких людях, то мы, естественно, эту информацию получаем от соседей, от родственников, от знакомых, для того, чтобы взять на обслуживание одинокого гражданина. А что заключается, в чем заключается обслуживание? Ну, это вообще перечень государственных услуг, он очень большой, начиная от покупки продуктов питания, заканчивая выпиской рецептов, устройств, социозащитных учреждений, оплаты жилищно-коммунальных услуг. То есть, еще раз повторяю, список этот очень большой. Ну, и самое главное, чтобы гражданин был одиноким, в таком случае мы берем его на обслуживание, либо он не может себя самостоятельно или частично, или полностью обеспечивать, то есть он не может самостоятельно проживать в жизненных условиях один. И все эти критерии являются основанием для приема его к нам на обслуживание. Вот скажите, сейчас очень популярно движение волонтеров. Вот с одинокими людьми на домах работают какие-то активисты, или это должен быть человек все-таки с образованием специальным? Безусловно, это должен быть специалист допущенный, это наши социальные работники, это не просто человек с улицы, это люди, которые получают минимальный набор знаний для того, чтобы работать с пожилыми людьми. Больше того, у нас в этом году начинается проект «Приемная семья», и более подробно можно в нашем управлении понять принципы формирования этой приемной семьи для граждан пожилого возраста. Но если вкратце говорить, то это есть некий помощник, который получает небольшое ежемесячное вознаграждение от государства, при этом он берет в свою семью пожилого гражданина и оказывает ему всяческую поддержку, помощь, и помогает ему в трудных жизненных обстоятельствах. Уже есть такие семьи, Вирославль, или только все начинается? Сейчас у нас две семьи оформлены в Ленинском районе. Это проект пилотный, еще раз напомню. А со следующего года в каждом районе города такие семьи будут приемные создаваться. Поэтому, если есть интерес у горожан, безусловно, мы будем очень признательны им за свои предложения. Скажите, а контроль будет за этими семьями? Обязательно, безусловно, контроль будет. Больше того, это будут договорные отношения с тем помощником, который возьмет в свою семью пожилого гражданина. Вы уже упомянули в своем ответе на то, как помогаете пожилым людям, одиноким, социальные центры, которые в каждом городе. Много лет эта структура существует. Насколько она эволюционировала к 2013 году? Что там сегодня предлагается? Кроме того, что вы контролируете на дому людей. Безусловно, каждый год какие-то новшества, инновации возникают. Во-первых, у нас появились где-то с 2006-2007 года детские отделения. То есть комплексные центры – это не только оказание социальных услуг пожилым гражданам или инвалидам. Это еще услуги для семей, которые имеют детей. Как правило, это семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, есть отделение срочной помощи, в котором есть такая услуга, как социальное такси. За очень минимальные условные деньги подается автотранспорт, который транспортирует людей, испытывающих трудности в передвижении, к каким-то социальным объектам. Востребована эта услуга? Очень востребована, и вплоть до того, что иногда бывают и очередности, мы приглашаем наших клиентов заранее делать заказы для того, чтобы не было инцидентов. Кроме того, у нас есть спецавтотранспорт для транспортировки инвалидов-колясочников, которые также испытывают трудности в нашей городской среде, особенно в транспорте. Плюс пункты проката, где тоже за условные деньги можно взять на прокат от трости, начиная и заканчивая приспособлениями в домашних квартирных условиях пребывать инвалиду, вплоть до коляски инвалидной. Поэтому каждый год, конечно, безусловно, что-то появляется новое, и каждый год мы проводим Дни открытых дверей в комплексных центрах, и приглашаем наших ярославцев обязательно узнать о наших нововведениях. Ну, открытые двери – это еще и способ общения, да? Насколько важна для всех, наверное, вышеперечисленных категорий вот эта вот социализация, то есть когда с тобой рядом люди. Не знаю, вы поете вместе, по чай. Вообще это в точку, потому что основная задача, конечно, комплексных центров – это прежде всего социализация человека, испытывающего трудности. Ну, в преклонном возрасте, как правило, люди остаются одни в силу разных обстоятельств, близкий человек уходит из жизни, и приходится вновь приспосабливаться к этим условиям. Поэтому вот, грубо дневного пребывания, они как раз нацелены на то, чтобы научить человека в новых условиях жить так же полноценной жизнью, как это он делал ранее. Ну, и, конечно, это восполнение дефицита общения, который никуда не девается, а у пожилых людей – это проблема номер один. Еще на вашем попечении находятся малобеспеченные ярославцы, это люди здоровые, да, но тем не менее, которые не совсем могут позволить себе многое. Какая помощь им может быть оказана в городе? Вот у нас, наверное, на сегодняшний день надо говорить больше о семьях, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вообще, если говорить о статистике, то в городе проживает более 73 тысяч семей с несовершеннолетними детьми. У нас 2300 с небольшим многодетных семей, в которых воспитываются около 7 тысяч детей. И на учете в органах социальной поддержки состоит больше 12 тысяч семей, испытывающих трудности. И вот для этой категории с 2010 года у нас проходит такой проект, мы организуем заключение социальных контрактов. Смысл его в том, чтобы не просто давать материальную и финансовую помощь семье, а входить с этой семьей в договорные отношения, чтобы еще и ответственность семьи была за выход ее из трудной жизненной ситуации. Потому что ни для кого не секрет, что иждивенческие настроения у нас пока еще имеют место быть. И наша задача все-таки помочь семье выйти из трудной жизненной ситуации. Не дать рыбку, а дать удочку для того, чтобы эта рыбка была поймана. Спасибо. Моей гостью была начальник управления по социальной поддержке населения охраны труда Мэри Рырославля, Надежда Биачина. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин